Около трёх тысяч казахстанцев на сегодняшний день остро нуждаются в пересадке органов. В их числе 77 детей. Но помочь пациентам мешает пустой банк доноров. Острый дефицит почек, печени и других органов можно решить только одним путём. Развивая посмертное донорство, говорят трансплантологи. Дело в том, что у нас нет трупного донорства. Законодательство есть, всё есть. Но несколько ещё взгляд населения, общество не готово к этому решению вопроса. Если бы общество понимало до конца необходимость этого вида органного донорства, тогда бы вот этих трёх тысяч человек в списке было бы намного меньше. Пересадка органов, взятых у погибших людей, как и другая трансплантация, в Казахстане производится бесплатно. Своё согласие на добровольную передачу органов необходимо давать в письменном виде. Однако зачастую близким умирающего попросту не до этого. Приверженцы традиционного ислама, между тем, поддерживают донорство во всех его проявлениях. Ислам поддерживает донорство крови и трансплантацию органов с условием, чтобы органы не были объектом торговли. То есть можно передать какой-либо свой орган другому человеку в виде помощи, но не ради денежных выгод. И при жизни, и после смерти человек может завещать свои органы во благо другим. Известно, что органы одного человека могут спасти от пяти до семи жизней. В нашей стране нуждающиеся в пересадке в 70% случаев умирают, так и не дождавшись подходящего сердца или почек. В Алматы хирургов, способных провести сложную операцию, достаточно. Первую трансплантацию, это была пересадка почки, провели ещё в 1979 году. Сейчас хирурги начали работать с детскими органами. За два года врачи подарили радость семьям 17 малышей. Но ещё больше, 49, ждут своей очереди. Айбануан Арбаева, Талап Сагимбаев, телеканал Алматы.